из-за какой татуировки вы ушли от человека у которого она была набита у меня на заднице набита бутылка виски джек дэниелс я была молодая и глупая один парень бросил меня сразу после того как увидел ее изменено кому интересно вот эта татуировка да она кривая да она всратая татуировщик тоже был бухой я на жра нормальная задница и нормальная татуировка чё бросать-то татуировка кривая ну типа пойдет ну не идеально но пойдет и сань явно не уебанский партак в говно типа если ты не разглядываешь ее то она в динамике я думаю ну просто чела сделал вывод о объемственных способностях и о том что она любит прибухнуть и такое ну нахер странные выводы блять татуировка можно было можно же делать под разным воздействием и человек уже мог миллион раз измениться просто мне логика писать и вытатуировал у себя на жопе имя своего коллеги по работе в знак согласия с тем что она платит в итоге люди о себе рассказывают ясно в баре она бухал я там знатно в течение многих лет женщины задавали мне массу вопросов на этот счет мой кореш сох по одной милой девчонке которая была готом она вся была забита татухами как-то раз она надела майку и мы в первый раз увидели татуировки на обеих ее руках на одной руке был набит чарльз мэнсон а на другой адольф гитлер как то раз я болтал кстати в этом это есть проблема многих готелок что они короче вот это вот все превосходстве арийской рас осуждаю это это было одной из причинок при которых я отказалась и перечислять себя год культуре потому что не хочу с такими уебаншами ассоциироваться на работе с врачом она рассказывала мне всякие дикие истории она сказала что как-то раз ее пациентом оказался член банды ангела до который попал в аварию на мотоцикле у него на груди была набита татуировка все женщины шлюхи на на спине изображение плачущей женщины которую на дереве насилует иисус байкер умер в реанимации от полученных травм 6 какая вот эта фантазия ебать людей у моего ученика средней школы на плече была здоровенная свастика на другой руке татуировка white power я позвонила в органы опеки но там сказали что если мама разрешила ему сделать татуировку то они ничего не смогут сделать ему было 13 ну малолетний идиот которому жить дальше с этой у него мама такая же какой папа у миротворца по ходу мой сводный брат конченый incel с убогой бородкой девственника по крайней мере он был таким но как-то раз ему все же удалось завести девушку через две недели у него на запястье появилась татуировка какая-то дата я спросил что это за дата он мне говорит это день когда стал мужчиной я назвал его долбаным кретином а через неделю они расстались после чего он ее перекрыл а зачем ее перекрывать это же день когда ты стал мужчиной они когда вы начали встречаться типа относительно кринжова но все-таки понятно для него это было очень важно с учетом того что он конченый incel меня отталкивают все татуировки которые выполнены некачественным образом у меня был очень симпатичный бывший но как-то раз он сделал себе на груди татуировку волка у того были косые глаза стремная толстая морда и почему-то сосны вросшие в шерсть фу ауфу 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 как зачем коллега переживший тяжелый разрыв вернулся на работу с татуировкой женщины с петлей на шее ему было приказано прикрывать свою татуировку на работе представляете какая там была набита жесть поверить не могу что его бывшая ушла от него чувак кажется таким эмоционально стабильным у моей нынешней начальнице есть татуировка с китайским иероглифом которую она сделала в 18 лет что обозначает этот иероглиф итальянец я не смогла уйти потому что это произошло у меня на работе у одного моего клиента на руке была татуировка дороти из волшебника страны ос она стояла на коленях и делала сосаем асай дровосеку немножко короче инсайдов я думала что-то будет про это в общем а дороти и вообще вот это вот приколдается про страну ос обычно связаны с конспирологическими теориями о том что всеми звездами так сказать управляют я забыла что типа какие-то масоны рептилоиды и мк ультра всячески управляют знаменитостями у пожилой женщины была татуировка тигра на всю спину я спросил ее про тату это сказала мне что она и ее сестра оба львы по гороскопу она набила себе на всю спину татуировку не той кошки над главное чтобы она была хотя бы красивая татуировка смысле 10 она так пошутила лично я люблю придумывать дурацкие значения своим татуировкам когда у меня про них спрашивают на ней было написано львы навсегда а внизу дата их рождения ей было за 70 она была очень милой и слегка потерянной сельской бабушкой у меня не хватило духу сказать ей по поводу тату как-то раз мой коллега показал мне свою татуировку на спине который он очень гордился у него было набито тату монстра энерджи ну не шрифт как минимум красивый да но это случайно не в раб какой-то промо компания была сделана потому что обычно тату так и появляются да и он набил себе на спине банку энергетика монстр энерджи зачем его лога он просто любит энергетики да на мой взгляд это довольно тупая татуировка я знал одного почему типа по по мнению кого-то набивать черепа змей кресты или еще что-то тоже будет тупо мне кажется не просто ханджи как бы вообще типа если так типа первую первая мысль типа да тупо а потом ну блять если ему нравится это и всем она ему нравится как выглядит поймет что это кринж сведет господи чего трагедию из этого делаете всего лишь татуировка люди творят своей жизни разного типа кринж по моему по сравнению с каким-нибудь избиением жены татуировка энергетика это такая хуйня чела который сделал татуировку гербалайф на груди он всегда был кретином так что я был не особо этому удивлен гербалайф конечно да хербалайф это что гербалайф это млм короче по распространению бадов сомнительного качества и сомнительной полезности один из челов с работы спросил меня по поводу моей татуировки на запястье и у нас завязался целый разговор на эту тему я спросил его есть ли у него татуировки и он ответил да есть одна но ее скоро не будет сведу и лазером следующие выходные он задрал рубашку и я увидел нацистского орла свастику и слова майн кампф набиты у него на весь живот не знаю свел ли он ее потому что изменил свои взгляды или потому что не мог гулять с детьми по пляжу без футболки явно 2 татуировки это кринж ну да ну хотя ну да свел и свел в принципе чё его выбор можно было просто забить чем-нибудь но он видимо просто не хотел ультра черные татуировки со шрифтами обычно подобные татуировки такого типа они ему их можно забить только после предварительного полусидения лазером любой кто поменял бы свои взгляды просто сказал бы тебе что у него есть одна стыдная херня из молодости или типа того а не светил бы перед тобой своим пузом он искал поддержки и товарища нациста отдыхал даризи им подружился с местным парнем который взял нас женой на подводную охоту в какой-то момент на лодке он снял рубашку и я увидел у него на груди татуировку неумело замазанную большой черной полосой я смог прочесть слова рейпист насильник если я не ошибаюсь ниже была набита дата предположительно он сделал ее не сам а ему ее нанесли возможно в тюрьме после этого наждал очень долгий и неловкий путь обратно на берег а уч оказаться на лодке в открытом море с подобным человеком у меня мурашки по коже от одной только мысли об этом ну да и ты сидишь и такой в какой-то супер позиции ты думаешь что что это он что он сам набил или что это прикол но и спросить страшно потому что а вдруг это правда да а еще возможно и даже не в тюрьме это было русские этой девушки человека постарались все может быть мы с мужем пошли в продуктовый взяв с собой нашу маленькую дочь она была мулатка так как у нас смешанный брак доча начала играть с маленькой девочкой в магазине все было хорошо пока мы не увидели ее отца у которого была тату с изображением чернокожего ребенка в петле это было более 20 лет назад а я до сих пор вздрагиваю когда вспоминаю про этот случай как-то не понимаю столько ненависти в людях и набивать такое всякий случай скажу детям пофиг у какого цвета кожи у детей с которыми они играют пока вы им не укажете на это это говорит о том что люди расистами становятся ну да раз я пошла на свидание с белым парнем с голубыми глазами у него на груди и на руках была целая египетская картина в какой-то момент я из любопытства спросила неужели он так сильно увлекается египетской культурой на что он ответил я прошел генеалогический тест и тот показал что я на один процент черный а как это связано египетская культура не связана с чернокожими она связана с коренным населением с коптами проблема в том что он идиот он тупой да у него были набиты две большие свастики на задней стороне его плеч он ходил с охотничьим ножом в футболке без рукавов и жаловался что не может найти себе жилье потому что здесь никто не сдает хаты и да действительно почему не большие свастики потому что одно ему явно было недостаточно у него по бокам на шее были двойные молнии старая добрая эсэсовская татуировка нет спасибо чел не хочу с тобой корешится я я думал просто молнии я не сразу даже понял в рехабе встретил чувака который только что вышел из тюрьмы у него была свастика на шее бедному долбану приходилось все время носить водолазки и прикрываться шарфами он говорил что не может дождаться когда ее перекроют двойные молнии я то и дело вижу их на пациентах в совокупности с другими татуировками нацистов символами white power некоторые из них действительно хорошие люди которые попали в тюрьму связались там с бандой нацистов вышли оттуда и навсегда закрыли эту страницу своей жизни но большинство полнейшие отбросы которым я обязан относиться также как и к любому другому пациенту но я их даже видеть не хочу мой отец тату мастер периодически к нему приходят люди которые просят его набить им свастику на что он отвечает им старой доброй фразой мы оставляем за собой право отказать в обслуживании любому клиенту если ты набьешь нацистскую татуировку одному то ты сразу же становишься чуваком который набивает нацистские татуировки то есть получается это еще не так легко сделать далеко не каждый будет набивать эту фигню сраниту я думаю частенько это побывшие пор таки вот пусть такими и ходят блять идиоты я ходила на свидание с парнем который посреди встречи рассказал не что у него трое детей и татуировка айси пи insane clown поуз он спросил меня не хочу ли я встретиться еще раз и я отказалась он спросил в чем проблема в детях или в татуировке и я честно призналась что в татуировке что это значит insane clown поуз я тоже не знаю безумно клоунска что поза вряд ли по-другому пишется один мой знакомый долгое время очень хотел сделать себя с ней а зачем мы и так наверное же знаем мы но мы не знаем на лбу татуировку со свастикой прям как у чарли мэнсона я и все остальные отговаривали его от этого вместо этого он сделал татуировку гитлера на боку ниже подмышки она была набита так что когда он поднимал руку то получалось что гитлер кидает свое печально известное нацистское приветствие знаешь я смешат эти интерактивные татуировки что типа допустим там баба на животе с раздвинутыми ногами это поп-пупок на месте могил и вот такое что боже такая дичь никто не знал что он сделал это пока мы не оказались друзьями на пивоварник где он объявил об этом перед всеми сняв рубашку и показав нам свою тату я был первый кто сказал так ладно я сваливаю и ушел после этого я его больше не видел у чувака подмышкой были раздвигающиеся ноги прости может быть ты видел старую картинку которая когда-то гуляла по сети у чувака на теле была набита тату женских ног таким образом что казалось будто его волосы подмышками это ее лобок я пожалел что спросил я пожалел что прочитал у моего покойного дяди сидевшего в тюрьме была татуировка с изображением обнаженной женщины у которой на месте одного из сосков был его сосок такого хорош ну чё набивая набивая женщину с огромной грудью и ее можно набивать тогда небольшую а сосок просто будет большой ну типа на большой груди же сосок больше смешно вот он был стилёвый чел у моего двоюродного брата есть татуировка 88 нацистский символ вся семья отреклась от этого куска дерьма а я дважды его избивал его собственные родители ненавидят его я вырос сельское место какие же люди конченый как получилось что такое что в такой семье чел вырос мусором инсейн клоун полский поп дуэт из города детройт а чё а чё тогда такого что увековечил сам теле свою любимую группу или они какие какой-то своей конченностью известно сности штата джорджия у нас была музыкальная группа и как-то раз мы выступали на дне рождения друга в трейлерном парке вся наша система зависела от того не выдернет ли случайно кто-то шнур питания подрубленный в туалете а еще пока мы играли я увидел бухую беременную тёлку которая стояла там и курила короче говоря было много тревожных звоночков когда мы уже собирали аппаратуру ко мне сзади подошел чувак и одобрительно похлопал по плечу у него по всему телу были свастики и множество других татуировок сс он сказал нам и мне понравилось ваше выступление мы тут же унесли оттуда ноги у меня для вас есть победитель много лет назад я оказалась в небольшом сельском баре на среднем западе ко мне подсела женщина лет сорока и заговорила со мной она была довольно дружелюбной оказалась гораздо более приятной собеседнице чем мужчина моего возраста который пытался клеится ко мне пока я заказывала выпивку через час или два мы начали обсуждать с ней наши любимые музыкальные группы она ни с того ни с сего соскочила с барного стула нагнулась задрала рубашку до половины показала мне гигантскую татуировку на пояснице с подписями всех участников бойсбэнда henson ну вы знаете у них есть супер популярная песня она так гордилась своей тату что вся сияла затем она начала рассказывать о том как несколько лет назад побывала у них на концерте заплатила непомерную сумму за то чтобы пройти за кулисы сумела взять у них всех автографы после чего отправилась в круглосуточный тату салон и в тот же вечер сделала татуировку набив на себе все эти автографы кстати говоря я была уже за 30 когда она это сделала вы не представляете в каком я была шоке я по-быстрому допила свой напиток и быстренько свалила господи что с вами не так человек искренне делится своей радостью и тем что ему очень хотелось сделать и он сделал это обычная татуировка с очень важным событием в жизни человека реагирует так как будто бы это та же самая свастика набитая по всему телу я не понимаю что в этом такого-то в чем победить и начни как-то стало обидно за всех фанатов музыкальных исполнителей что наши невинные увлечения как-то так сказать унижают такими ремарками я такого-то блять я помню где бы попадался в этот видос где тапок кому-то набивал роспись свою или еще что-то кому-то из фанатов сам причем именно потому что его поймали судя по всему я осуждаю потому что антисанитарные условия скорее всего были ну тату 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 машинка была ну типа нормальная обычно тату машин условия антисанитарные я тебе не сказал ничего про тату машин ну наверно да там фиг узнать может все обработать это все равно что я на улице тебе тебе с тебя бы сняла штаны тебе делала бы укол много раз в жопу не протерев спиртов и вокруг машины ездят люди ходят будем надеяться что они обработали спиртом который в себя заливали в принципе то что она сделала татуировка что такое табли типа япона мать я тоже не очень понимаю типа что тут такого то же самое что я там не знаю возьму и набью себе кого-нибудь любимого игрового персонажа себе вне кто-то скажет фу иди в жопу я с тобой больше общаться не буду я понимаю в азии татуировкам относится предвзято в частности в японии в корее потому что они тесно связаны с мафией вот а вы блин не знаю в самой свободной стране мира живете почему вы такие зашорены чего такого в том чтобы сделать татуировку с автографами и лого любимой группы представляете в каком я была шоке я по-быстрому допила свой напиток и быстренько свалила этот трет послужил для меня стимулом к тому чтобы записаться на консультацию по удалению татуировок если у тебя набит какой-то символ ненависти чек не тату салоны во многих местах их сводят абсолютно бесплатно нет у меня набиты инициалы парня с которым я встречалась 18 лет я родила от него ребенка и думала что все будет ок тем более у моего сына такие же инициалы но в итоге я вышла замуж за другого сейчас в разводе на что моему бывшему похоже было плевать в итоге этот человек усыновил моего сына а когда тот повзрослел то мы сменили ему фамилию так что теперь вы татуированные инициалы это просто рандомные буквы а также повод начать неловкий разговор с будущими партнерами насыщенная у дамы жизнь баба тоже сама по себе судя по всему очень интересная мадама расы и и и выбирает очень надежных мужиков ну либо второй был надежный просто она сама по себе такая что с одним раз от одного залетела еще понравилось и марк на что моему бывшему похоже было плевать а тебе значит до сих пор не плевать себе по всему нежью жаль это просто рандомные буквы а также повод начать неловкий разговор с будущими партнерами совет профессионала набей себе на этом месте несколько маленьких черточек чтобы получился символ ненависти и тебе бесплатно удалят твою тату экстра совет профессионала прислушайся какому-нибудь совету получше спасибо за просмотр доверять все и Продолжение следует...